680-е годы во Франции битва при Тер-3. Ну, Франция регулярно распадается на три примерно части, Австразия, Нейстри и Бургундия. Я, в принципе, даже эти истории пропускаю, потому что они довольно стандартные были в 7 веке. Периодически они объединялись, эти части, и вот как раз где-то в 75-м году опять она была объединенная, но распалась в начале 80-х годов. Она распалась, в данном случае, на два королевства, то есть было объединенное королевство Нейстри и Бургундии и Австразии. Ну, так вот, это Нейстри и Бургундия решила присоединить Австразию, потому что уже несколько раз Франция объединялась. Битва при Тер-3 была примерно на границе Австразии, Пипин-Герестальский такой, 687-й год. И после тяжелого достаточно сражения победила Австразия. После чего к 688 году вот этот Пипин-Герестальский, который был в Австразии, он также стал майордомом, то есть как бы правителем Нейстри и Бургундии. В результате как бы три короля было формально, а реально всей Франции правил вот этот Пипин-Герестальский. Вот так этим закончилось. Но вплоть до Карла Великого вот этот вот распад Франции на три части и их воссоединение, в принципе, так и продолжится. Периодически будет кто-то объединять какой-то король или какой-то майордом. В истории Болгарии в 681 году, после поражения, которое болгары нанесли Византии, Константин признал официальное болгарское царство. То есть вот 681 год, это официально уже начинает существовать Болгария. Аспорух по-прежнему возглавлял, но славяне точно большую роль играли, и Аспорух уже тогда считал себя покровителем всех славян на Балканах. Потому что славяне никого государства не имели. Первое государство, которое возникло, это Болгария, и то это были этнические тюрки, правители этого государства, но они постепенно все славянизировались. Это первое, в общем, такое крупное славянское государство, то что государство само, скорее всего, там основал Франки, оно быстро было уничтожено, как я рассказывал, А вот Болгария, это такое уже стабильное, которое до сих пор существует на самом деле. 681 год. К концу 80-х годов все равно Юстиниан пытался восстановить контроль над славянами. Юстиниан II правит Византией. Вот в 689 году он устроил поход в Македонию, пытаясь взять там славяна, переселить их в Малую Азию, то есть на арабскую границу. Поскольку там на арабской границе продолжалась исламизация, продолжалось проникновение арабов, он посчитал, что если славянами заселить, то есть совсем другим народом, то они будут верны там Византии и будут сопротивляться вот этим процессам культурным арабского влияния и исламского. Ну, в общем, он как бы сначала разбил славян в Македонии. Македония уже тогда была, в принципе, в составе Болгарии, но нечетко, там какой-то младший хан, по всей видимости, правил. Однако тут вмешался сам Аспарух и на обратном пути, когда Юстиниан уже отходил из Македонии, из Фессалоник, то есть славяне уже под Фессалониками жили, пытаясь вот угнать всех этих славян как бы вот в рабство, переселить их, его атаковал Аспарух и разбил полностью этого Юстиниана. Хотя каких-то вот, каких-то славян удалось Юстиниану потом, он все равно этот проект продолжал, продолжал туда походы, каких-то он угнал, и около 30 тысяч славян он все-таки переселил в Малую Азию. Юстиниан Ренотмит пришел к власти в 685 году, 16 лет ему было, был известен как садист, его народ страшно не любил, в 80-е он прославился как раз этими всеми войнами с болгарами, правда, в которых он проигрывал, и тем, что он все-таки смог 30 тысяч славян переселить в Малую Азию. В Византии было частично полегче, потому что халифат полностью погрузился в фитну опять, в шиитскую эту. Умер Муави, который был сравнительно стабильным, но не был популярен среди шиитов. Он сделал наследником Езида. Против Езида поднялось восстание во главе с Хусейном Ибн Али, то есть сыном Али, восстание шиитов. Состоялась битва в Рекербеле, 10 октября 680 года, в которой проиграли шииты, однако Езид убил Хусейна, которого, естественно, почитали как наследника пророка шииты. 72 сторонника Хусейна были убиты, и семья Хусейна попала в плен. Это на самом деле привело к эскалации гражданской войны, потому что суннитов и так обвиняли, что они убили Али, теперь они убили еще и Хусейна. Это привело к массовому возмущению и на самом деле улучшило ситуацию с повстанцами. В частности, Ибн Азубайр в это время восстал и взял некую Медину. В 683 год была взята Медина правительственными войсками, то есть войсками Езида суннитскими. И к сентябрю 683 года они осадили Мекку, во время этой осады даже горела Кааба, то есть в Мекке осадили шиитов под руководством Ибн Азубайра и не могли ее взять. Прямо посреди осады Мекки умер халиф Езид в ноябре 683 года, и в результате халифат окончательно распался именно в 683 году. Вот в этих условиях Езид прекратил наступление на Византию, то есть в Византии определенная стабильность была, в всяком случае основной враг араба не беспокоил, но Византия втянулась в войну с болгарами, которые ее успешно били все это время. В то же время продолжалась война в Африке, там уже, так сказать, независимо они, в принципе, местные арабы, уже там переселилась часть арабов, независимо, в общем, от событий в халифате, они продолжали наступать в Марокко и на Карфаген, то есть в Тунисе и в Марокко. Алжир контролируется арабами, вот в сторону Туниса и в сторону Марокко они наступают. Однако берберы восстали, берберы не хотят признавать власть арабов на тот момент, и они вместе с остатками византийцев там сотрудничают, то есть вот в Африке, а именно вот Алжир, Тунис, Марокко, вот в этой территории, там сложная ситуация, в процессе которой периодически то арабы наступают, то берберы, и вот так вот это все там продолжается, независимо от того, что халифат распался, и там война гражданская. Умер езид, стал править его сын Муавия, Муавия, скорее всего, правил от 20 дней до 2-3 месяцев, поэтому особенно про Муавию ничего нельзя сказать. Затем воцарился Марван, против которого уже окончательно там все восстали, потому что уже какой-то халиф, уже третий меняется, и к 686 году халифат распался, вот карта, то есть появились разные локальные всякие лидеры, которые обосновывали религиозным способом, как правило, то есть шииты, хариджиты, там и так далее, в общем, все распалось, и Марван начал тяжелые войны за восстановление халифата. Практически сначала распался и Египет, то есть эта карта на 686 год, а в 685 году с большим трудом он отвоевал Египет, то есть вот к 686 году амияды восстановили контроль, по крайней мере, над Сирией и Египтом, а в 83 году и того у них не было. Ну вот весной 85 года в этих всех боях Марван умер. О нем много очень дискутируют, так как он воевал с шиитами, естественно, его шииты ругают, сунниты наоборот его хвалят, также говорят, что он был интриганом и так далее. В общем, сложно тут оценить, потому что идет, шла война, и все стороны до сих пор про эту войну помнят и друг про друга всякое рассказывают, пропагандистское. После этого воцарился Абдул-Малик, который был достаточно образованным человеком, он был сыном Марваном, был достаточно авторитетным, ему удалось разбить всех остальных. Уже к концу 80-х восстановил контроль над Меккой и Мединой и к 97-му году он полностью восстановил контроль над всей территорией халифата. Дольше всех хариджиты там сопротивлялись до 97-го года. Абдул-Малик начал вводить везде арабский язык, то есть до того времени во всех канцеляриях был греческий язык, так как арабский не имел даже нормальный такой литературный форм, было непонятно, как на этом языке что-то писать, кроме Корана. Вот при Абдул-Малике началась кодификация уже арабского языка, его вводили в качестве официального языка государства. К тому времени уже была достаточно исламизации, арабизации, уже значительную часть населения везде повсеместно составляли арабы, которые могли, как по крайней мере, понять эти тексты, что-то там объяснить и так далее. Также Абдул-Малик известен тем, что он на месте Иерусалимского храма возник, воздвигнул купол скалы Кубата Сахара, до сих пор известный, так как это место также является священным для мусульман. Вот эта вот постройка как раз построил Абдул-Малик.